Барс. В нашем питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке одно время поселился барс и начал их резать. Китаец Лувин сказал, «Олень, цветок и барс — это нельзя вместе». И мы начали ежедневно искать встречи с барсом, чтобы застрелить его. — Однажды наверху туманной горы барс скрылся от меня под камнем. Я сделал далекий обход по хребту, узнал замеченный камень, очень осторожно подкрался, но страшного барса под этим камнем уже не было. Я обошел еще все это место кругом и сел отдохнуть. На досуге стал я разглядывать одну запыленную плиту горного сланца и ясно увидел на пыли отпечаток мягкой лапы красивого зверя. Тигры и барсы ходят часто по хребтам и высматривают оттуда свою добычу. И в этом следу не было ничего особенного. Посмотрел я на след и пошел дальше. Через некоторое время, поискав еще барс, я случайно пришел на то же самое место, опять сел возле той же самой плиты и опять стал разглядывать след. И вдруг я заметил рядом с отпечатком барсовой лапы другой, еще более отчетливый. Мало того, на этом следу, приглядываясь против солнца, я увидел, торчали две иголочки. И я узнал в них шерстки от барсовой лапы. Солнце за время моего обхода, конечно, стало немного под другим углом посылать свои лучи на плиту. Я мог тогда в первый раз легко пропустить второй след барса, но шерстинок я не мог пропустить. Значит, шерсть явилась во время моего второго обхода. И это было согласно с тем, что приходилось слышать о повадках тигра и барса. Это их постоянный прием — заходить в спину преследующего их человека. Теперь нечего было терять время. Быстро я спустился к Лувину, рассказал ему все, и мы с ним вместе пришли на хребет, где барс крался за мной. Там обошли мы с ним вместе, разглядывая каждый камень, еще раз дважды мной пройденный круг. Против плиты, чтобы скрыть свой след при помощи длинной палки, я прыгнул вниз, еще раз прыгнул до первого кустика, и там притаился, и утвердил хорошо на камнях дуло своей винтовки и локти. Лувин продолжал свой путь по тому же самому кругу. Немного пришлось меня ждать. На глубом фоне неба я увидел черный облик ползущего зверя. Громадная кошка ползла за Лувином, не подозревая, что я на нее смотрю через прорезь винтовки. Лувин, конечно, если бы даже и глядел назад, ничего бы не мог заметить. Когда барс подполз к плите, встал на нее, приподнялся, чтобы поверх большого камня посмотреть на Лувина, я приготовился. Казалось, барс, увидев одного человека вместо двух, растерялся, как бы спрашивая окрестности, где же другой? И когда все, кругом расспросив, он подозрительно посмотрел на мой куст, я нажал спуск. Какой прекрасный ковер мы добыли. Зверь этот ведь у нас на Дальнем Востоке совсем неверно называется почему-то барсом. И даже мало похож на кавказского барса. Этот зверь есть леопард, ближайший родственник тигра, и шкура его необыкновенно красива. — Хорошо, хорошо, — радостно говорил Лувин, оглаживая роскошный ковер. — Олень, цветок и барс — это вместе нельзя жить.